Доброе утро всем! Я посижу тут с вами немножко с дурацкой прической, потому что именно так я укладываю челку после мытья головы, да, по старинке, да, на бигуди. Я на самом деле не думаю, что бигуди это полезно для волос, потому что как-никак волос перекручивается, прижимается, но мне кажется, это не так вредно, как пользоваться плойкой. Здесь со мной мой чаек, я надеюсь, вы тоже запасли чайком под мое видео, потому что я хочу сделать его максимально уютным. Мы собираемся съездить в магазин и еще кое-куда по делам, поэтому я не могу назвать этот блог домашний. Сначала я думала, что если я хочу снять какое-то уютное видео, значит я должна включить в него какой-нибудь уютный завтрак. И знаете, единственное, что я хочу, это бургер. Значит, вероятнее всего, скоро мы отправимся за бургерами. Еще хотела поделиться с вами, я подсела на всякую литературу, информацию про наше подсознание и все, что в общем у нас вот здесь. И как вселенная может способствовать реализации наших желаний. На самом деле, раньше я бы посмеялась над этой темой и сказала бы, что люди, которые верят во все это, ну, с приветом. Но теперь привет, я теперь тоже с приветом, потому что мне стало интересно. И я прочитала уже несколько книг на эту тему. И знаете, что я сделала сейчас? Вернее, не сейчас, я сделала это несколько дней назад. Я решила сделать себе карту желаний. Я на самом деле много слышала про эту тему, и мне кажется, что это как-то интересно. Так вот, как еще ее называют, доска визуализации. Можно сделать самим, но я не захотела возиться с покупкой ватмана, всем вот о чем. И я решила, что для меня это как-то слишком много возни, и заказала готовую карту желаний. Так вот, сегодня она уже пришла на пункт выдачи. Кстати, заказывала ее на Wildberries. И сегодня я поеду ее забирать. Мы поедем ее забирать. Я сделаю вам ее распаковку и покажу, что там есть и чего там нет. Кстати, вы заценили моего единорожка? Мне кажется, эта кофта максимально уютная, она максимально подходит под это видео. Я уже почти допила свой чай, поэтому я думаю, что сейчас мы поедем. Вернее, сначала я пойду накрашу губы, потому что я люблю красить губы. Расчешусь, потому что вроде как уже высохли волосы. И мы поедем за бургером. Увидимся в машине! Про нас немножко забыли, про наш заказ, поэтому когда нам его отдавали, нам выдали такой купон на бесплатная копия при следующем заказе. Очень мило! Боже, у меня такой ваушный объем на волосах. Просто посмотрите. Мне кажется, это вау. Так, что хочу сказать. Мы поели бургеров. Я снимаю видео на том же фоне, что и утром, потому что мне понравилось. Мне было даже не лень сейчас, и я снова зажгла свечку, потому что мне очень показалась уютной эта тумбочка. Кстати, я сделала с ней фотографии. Вы можете зайти в Инстаграм и посмотреть ее, потому что мне кажется, она очень красивая. Сейчас уже пришлось включить свет, потому что у нас на улице пошел дождь, несмотря на хорошую погоду до этого. И как-то потемнело. Мы заехали домой, чтобы покормить Игната. И вот, если сейчас не польет сильный-сильный ливень, то мы поедем забирать мою карту желаний. И еще я хочу заехать в магазин. У нас здесь есть недалеко мебельный магазин. Он называется Юск. Вроде я правильно сказала. Там такое... Он пишется как Джуск, но вроде произносится правильно Юск. Если, опять же, кто знает, как правильно произносится, напишите, пожалуйста. Я буду очень признательна. Мне кажется, Саша будет смотреть на меня вот так. Если я решу еще что-нибудь купить, но посмотрим. А вдруг мне повезет. Ну, или вдруг повезет Саша, и я там не найду ничего того, чтобы мне понравилось. Но я думаю, если там будут какие-нибудь классные штучки, я вам поснимаю. Мне хочется верить, что там, знаете, как и в Икеа, есть какие-нибудь вот такие вот осенние коллекции или зимние. Ну, Икеа же любит всякие такие хэллоуиновские коллекции, потом рождественские и т.д. И мне хочется верить, что в этом магазине оно тоже будет, а не просто обычной мебельной. Но это же надо. Так мусс для объема работает. Несмотря на то, что я каталась и носила кепку сейчас. Посмотрите, просто... Только расчесаться надо. Вау. Надо было, наверное, включить сейчас кольцевую лампу, потому что мне кажется, что качество будет просто отпад. Ну, ладно. Ну, я уже заканчивала болтать, и сейчас мы поедем. Если там будет что-то классное, я обязательно сниму. И если я что-то куплю, то я тоже обязательно сниму. Поехали. Отправили Сашу забирать наши заказы. Сидим в машине и его ждем. Игнат слушает свои любимые песенки, потому что без них он не хочет спокойно сидеть. Все дети слушают детские песенки, а наш вот тащится от 21 Pilots, Dua Lipa, Miley Cyrus. А включаешь детские песни, он психует. Да, ты ценитель музыки. Ботинки снял и сидит. Эй, так мне дай сюда. Я же посмотреть хочу, да? Да, посмотришь. В смысле? Вот такая вот наглая морда. Не дал мне сейчас посмотреть, что мне пришло. А вдруг там брак какой-нибудь, и мне надо причастать обратно. Может, там карта моя порванная. Я все-таки вытащила ее из пакета. И вот такой вот милый конверт. Тут написано. Карта желаний в конверте. Кстати, вот артикул, если вдруг кому-то будет интересно. Но распакую я ее уже дома и покажу вам, потому что в машине это делать не очень удобно. Так вообще очень мило, мне кажется. Ну, потом дома посмотрим. Я решила надеться пойду вместо кожаной куртки, потому что у нас похолодало. И я забыла камеру, и поэтому все было снимать на телефон. Вот почему-то, когда я только снимаю видео, мне кажется, что я хорошо выгляжу. Я начинаю просматривать сам материал. Мне кажется, я там такая смешная. Я не знаю, почему и как это работает. Может, отзеркаливает, и я вижу себя совсем по-другому. Но как-то это странно. Здесь уже во всей зиме коллекция. У меня все еще осень, а здесь уже все для зимы, все для Рождества. Ой, посмотрите, сколько здесь гирлянд. Мы уже едем домой. Ну и по дороге опять заехали в Другер Кинг за кофе. И не только. Кто-то очень любит есть. Это все он. Ну что, мы уже дома. Я снова переоделась в свою супер уютную кофту с единорога. Осталось только смыть косметику, но это я сделаю потом. Итак, раз я начала снимать себя после видео с магазина, а не сразу перешла к рецепту, значит, мы все-таки что-то купили. И сейчас я покажу, что. Лот номер один. Вот такая вот прелестная тыковка. Я вам, наверное, уже говорила, что я тащусь от всякой осенней атрибутики, и эту малышку я нашла в Fixed Price. Это единственное, что я тогда купила. Там всегда есть тыковки в осенних коллекциях, и я по-любому должна была зайти и купить хоть какую-то. Это показалось мне самой милой. Знаете, что я заметила? Что сейчас даже не конец октября, ну как бы ближе к концу, но не конец, но там не было ничего осеннего, зато уже полностью стояла зимняя коллекция. Я думаю, видео перед этим я вам показывала, вы уже видели. То есть там вообще не было ничего связанного с осенью. Я очень расстроилась, но я нашла отдел со свечками. Там стояли свечки, они были достаточно большие. Там был такой, знаете, чисто химозный запах. И я очень расстроилась, потому что мне понравилось название. Я обожаю запах яблока с корицей, и я очень расстроилась, что они так воняли. Но я нашла другую, не менее милую. Здесь написано, оно вам отзеркаливает, но здесь написано Enjoy the little things, наслаждаясь маленькими вещами. И мне кажется, она очень уютная за счет вот этой вот деревянной крышечки с такой вот, будем называть ее финтик, с таким финтиком. И она розовая. Там была еще точно такая же серая, но я захотела розовую. Ну как бы, ну вы понимаете. Мы купили совок. Но это никому не интересно. Собственно говоря... А, еще я купила зеркало. Если покупать зеркало за приличную стоимость, оно должно быть качественное. Но мы не собирались сейчас тратить такие, ну как бы, немаленькие суммы, потому что хорошее зеркало стоит недешево. Но я увидела там вот эту вот милашку, и она стоила копейки. У него нет ножки, но я подумала, что как бы у меня в спальне нет вообще никакого зеркала. И я решила, что пока мы не купим нормальное зеркало, я куплю эту малышку, милашку. Про качество я ничего не буду говорить, потому что оно хлипкое, то есть я вообще не буду его советовать. Я его взяла чисто, потому что у меня нет абсолютно никакого в спальне. Я хотела хоть какое-то, поэтому я его взяла. Перейдем сейчас к тому, что я заказывала на Wildberries. Сейчас будет шелестеть. Это корзина для белья или для чего-то там, для хранения какого-то. Но мы ее покупали как корзина для хранения игрушек, потому что у Игната достаточно большое количество игрушек, которые некуда складывать. Короче, она мятая, но с другой стороны, знаете, мне кажется, она так выглядит даже уютнее. Только надо ее как-то все-таки немножечко выкримать. Возможно, это надо сделать на полу, а не сидя на кровати. Я бы могла продолжать снимать видео вот так. Кстати, здесь такое эх. Давайте представим, что я торшер. Карта желаний. Сейчас давайте я достарню ее из пакета. На самом деле, знаете, мне кажется, в подарок вообще прикольно, но я думаю, им надо придумать другую обертку для всего этого, потому что очень часто я видела, что карта желаний складывает такие, знаете, тубусы, чтобы они не мялись, то есть их скручивают и складывают. Здесь же она лежит просто в конверте, и я очень надеюсь, что она будет хотя бы целая. Упаковка, согласитесь, вот эта вот идея достаточно милая, но им бы вместо вот этого конверта делать хотя бы коробку. Ну, конечно, вот эти вот, то, что она была сложена, но, с другой стороны, это не страшно. Я сейчас не буду объяснять, что к чему и как правильно ее заполнять, потому что я думаю, это вам не особо интересно. Если вдруг вы заинтересуетесь этой темой, просто загуглите и почитайте, если вдруг кого-то это заинтересует, потому что меня заинтересовало. Так, это у нас листы с аффирмациями. Аффирмации для сектора путешествия, аффирмации, ну, в общем, для всех вот этих вот секторов, которые были расположены на карте. Любовь и слава. Мой ум посещают только приятные и конструктивные мысли. Запомните. Наклейки. Короче, это картинки для того, чтобы клеить их на карту желаний. Блин, я уже хочу скорее начать это все заполнять. И последний, который я достаю, это лунный кариндарь. Короче, здесь указаны даты, когда лучше всего, мол, начинать составлять карту желаний. Так. А, ну вот, инструкция по составлению карты желаний здесь также есть. Простите, у меня выключился свет. Кого заинтересовал вопрос, что такое карта желаний? Часто вы могли слышать о доске визуализации, коллаже желаний, карте мечты. Все эти понятия имеют один-единственный смысл, который также отражает и наша карта желаний. Смысл прост. Размещайте свои мечты на ватмане, чтобы они проецировались в нашу жизнь. В вашу жизнь. Визуализация, грамотная и точная проработка при оформлении карты желаний помогут воплотить самые заветные мечты. Ваше сознание само приведет вас к исполнению самым коротким путем. Вам достаточно создать карту желаний и ежедневно смотреть на нее. Если вы составляете карту желаний, вы ее вешаете на видное место и вы видите свои цели, так сказать, назовем это уже не просто желания, а цели каждый день. Чем больше вы на них смотрите, тем больше вы их хотите. А, естественно, чем человек больше чего-то хочет, тем он больше что-то делает для того, чтобы это получить. Я понимаю, это работает именно так, а не просто, знаете, ты налепил картиночек, повесил и через неделю бац, и у тебя исполнились все твои желания. Нет, конечно, такого не бывает. И вот такой вот дополнительный вкладыш 108 желаний на такой-то год. Чем чаще ты видишь то, что ты хочешь, тем быстрее ты это получишь. Вернее, не просто тем быстрее ты это получишь, а тем быстрее ты сделаешь что-то, чтобы это получить. А теперь я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, ставьте палец вниз, если вам не понравилось это видео. Я рада абсолютно любой вашей реакции. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. И я не говорю вам пока, потому что мы перемещаемся прямо сейчас с вами на кухню готовить вкусные круассаны на осенний вечер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok